Парки и скверы. Всего в 30 минутах ходьбы от каждого жилого дома. Сегодня для Краснодара это пока всего лишь мечта. Впрочем, не такая уж и далекая. Один из первых шагов для введения так называемого «зеленого» стандарта – реконструкция существующих парков. Уже совсем скоро к своей кульминации придет большой ремонт сквера «Дружба народов». Через пару недель здесь запустят обновленный фонтан, который не работал почти 10 лет. Сюда же вернется исчезнувший монумент «Мальчика на слоне». Об этом мэр города сегодня рассказал Александру Ткачеву. Глава региона лично проверил, как идет облагораживание центральных зеленых зон и напомнил о сроках. В обновленном виде предстать сквер «Дружба народов» должен уже в начале мая. Ну уже пора, по-моему, закончить и забыть о том, что тут еще ремонт. Нам тоже очень хочется. Поэтому я приехал сюда, чтобы он мне пообещал мэр, что 1 мая. 1 мая приходите. Нам же надо спать, что это будет. Неподалеку в парке «30-летие Победы» Александр Ткачев прошелся по аллеям и убедился в том, что незаконные кафе и постройки, которые как минимум не добавляют красоты местам отдыха, сносят по решениям суда. Еще одна неприятная во всех смыслах проблема – ливневые канализационные стоки в реку Кубань. Решить ее стоит немалых денег, но вопрос этот принципиален. Главную реку региона необходимо освободить от грязи, а горожан – от неприятного запаха. Мы сейчас собрали группы, которые выявляют несанкционированные врезки в систему ливневых канализаций. Из 21-го 11 продолжают стоки несанкционированные. Мы сейчас ими занимаемся. А 10 заглушили, они уже не выпускают сюда. Один из вариантов решения вопроса – с тем, чтобы наиболее насыщенные коллекторы, где есть там и фекальные стоки, и хозяйственно-бытовые, перевести на систему хозяйственно-фекальной канализации города. Всего за год у Краснодара появились свои особенные черты, резюмирует губернатор уже на совещании после объезда. Город заметно преобразился. Улицы стали чище, исчезли навязчивые рекламные баннеры и хаотично расставленные магазины. Но вместе с тем по-прежнему остается и ряд нерешенных проблем. Кубанская столица все так же задыхается в пробках. При этом заторы на дорогах все чаще уже не только в часы пик. Нередко причиной тому автомобили оставлены прямо на проезжей части. Несмотря на созданную в Краснодаре сеть муниципальных стоянок, в некоторых микрорайонах припарковать машину попросту негде. Надо создать межвежуственную комиссию, которая проверит все новостройки. Коммерческая недвижимость, жилые комплексы на наличие парковочных мест. Если нормы по парковкам не соблюдаются, то, конечно, претензии будем предъявлять не только застройщикам, предпринимателям, но и, безусловно, тем чиновникам, кто выдавал такие разрешения на строительство. Я поручаю штабу эту работу провести и в этом году в городе создать новые современные парковки. В том числе и за счет бизнеса, и за счет бюджета городского, краевого и другого, так сказать, у нас выхода нет. В архитектуре края концепция составлена активное участие в этом вопросе. Главы районов города Краснодара есть единая на этот счет позиция. Единственное, мы упираемся в финансовую модель, которая рассчитана на инициативу и ресурс самого города, строительные отрасли и банковскую сеть. Впрочем, иногда путь затруднен не только автомобилистам, но и даже пешеходам, обращает внимание Ткачев. Новые тротуары в последнее время строят меньше метра в ширину. А кое-где настоящие преграды становятся ступеньки магазинов, которые занимают больше половины пешеходной части. Глава региона поручает мэру разобраться в таком неудобном строительстве, провести служебную проверку и наказать тех чиновников, которые принимали работу подрядчиков. Зона тротуаров – это общественная зона, и она должна быть на особом контроле. Это не так, что я хочу, хочу ступеньки три себе сделаю, хочу пять могу перегородить. И все спотыкаются, ходят. Здесь, на мой взгляд, совершенно бесконтрольные. Это все происходит и со стороны города, и, наверное, штаба. А в том числе, с этим надо заканчивать. И существующие, конечно, надо сносить, принуждать к сносу, для того, чтобы людям были ходить. К сожалению, есть у нас такая проблема, так что будем обязательно на это обращать внимание. Решение этих насущных для города проблем сделать столицу Кубани еще удобнее и комфортнее, считает губернатор. Уже сегодня развитию и преображению Краснодара свою положительную оценку дают больше 70% жителей. И прежде всего за этими изменениями стоит огромная работа мэра города и его команды, говорит Александр Ткачев. Для гостей и прежде всего самих краснодарцев открылся абсолютно новый город. Хочу еще раз отметить чистоту, озеленение, в целом чувствуется рука хозяина в городе. И очень важно, что здесь в городе объединились и краевые ресурсы, и финансовые, и административные, и, естественно, городские. Программа «Столичный облик» продолжает жить и наполняется финансовыми ресурсами. Есть планы развития на 2015 год, я с ним тоже детально ознакомился. И хочу сказать, что если мы выполним всю дорожную карту развития города в текущем году и обеспечим финансовыми ресурсами, то, безусловно, город еще один сделает серьезный шаг по решению наболевших проблем. Еще одну оценку работе городских властей недавно дал журнал «Форбс». По данным его исследования, Краснодар сегодня занимает третье место среди российских городов, где можно отдохнуть, как в Европе. Но на достигнутом важно не останавливаться, ставить задачу губернатор. Стандарты городской среды нужно вывести на новый уровень уже в ближайшие годы. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...